Адмирал Колчак, пожалуй, самая яркая и трагическая фигура Белого движения. В советское время его подавали как ярого борца против советской власти, понесшего справедливое и суровое наказание. В наше время биография Александра Васильевича Колчака читается словно увлекательнейший роман о человеке, привыкшем всегда и везде быть лучшим из лучших в учебе, по службе, в науке и, наконец, взявшем на себя громадную ответственность за судьбу страны после прихода к власти большевиков. В молодости Колчак совершил экспедиции в поисках загадочной земли Санникова. Чуть было не умер от воспаления легких, воевал с японцами в Порт-Артуре, был взят в плен, но ввиду проявленной храбрости был отпущен на свободу с сохранением личного оружия. В Первую мировую тоже неоднократно отличился и остался верен императору после прихода к власти большевиков. Личные документы Колчака – большая редкость. Архив выставляется на продажу в связи с тем, что в марте нынешнего года в возрасте 85 лет в Париже скончался его внук Александр Ростиславович Колчак. Он занимался музыкой, всю жизнь бережно хранил память об отце. Трое детей покойного решили не делить коллекцию на три части. На аукцион выставляется 391 лот. Это, в частности, переписка с законной супругой Софьей Федоровной, сумевшей покинуть Россию в разгар гражданской войны. Из их троих детей остался живых лишь сын Ростислав. Две девочки умерли в раннем возрасте. Последние годы жизни у Колчака была возлюбленная Анна Темирева, чья история рассказана в популярном российском кинофильме. После гибели Колчака она 30 лет провела в ссылках и тюрьмах. Друзья покойного внука при установлении стартовой цены ориентировались на письма Наполеона. В среднем 1000 евро за письмо. Некоторые документы у Колчака стоят дороже. Свидетельство о заключении брака. Грамота Николая II о даровании капитану 1-го ранга Александру Колчаку военного ордена Георгия Победоносца 4-й степени. Подробности расстрела Колчака в Иркутске, после того, как его предали союзники по Антанте, и чехословацкий корпус, обменявший Колчака на беспрепятственный проезд во Владивосток, кстати, до сих пор остается загадкой судьбой части российского золотого запаса, следовавшего вместе с адмиралом, содержится в письме друга семьи Полавина, Софье Федоровне, Париж. Когда его привели на казнь, он был совершенно спокоен и просил дать только несколько минут, в течение которых он сосредоточился и затем сказал, я готов, был дам приказ стрелять, но солдаты отказались его убивать. Тогда произошло замешательство, после чего один из комиссаров вызвался его убить и покончил тремя выстрелами. Впоследствии, говорится в письме, этот комиссар был расстрелян большевиками, так как на нем найдены были вещи, принадлежавшие адмиралу Колчаку. Год, что Колчак занимал пост верховного правителя России, он провел свои резиденции в Омске, в бывшем доме купца Батюшкова. В наши дни здесь центр изучения гражданской войны в Сибири. Это фонд совершенно уникальный, и я знаю, что наша страна уже неоднократно за границей приобретала различные коллекции, фонды и так далее. Общая стоимость пока всего архива составляет 30-40 тысяч евро. Но это еще как бы стартовая цена. К сожалению, изначально вот почему-то не удалось отследить на стадии того, как все это было выставлено на аукцион, потому что если бы это было отслежено раньше, то, возможно, можно было как-то, видимо, заинтересованным лицам договориться. В настоящее время в архивах России есть подобного рода документы, но нельзя сказать, что они очень многочисленны. Частный архив дает возможность представить вот эту подноготную, личную жизнь человека, его симпатии-антипатии, его какие-то пристрастия, его сомнения, колебания при принятии тех или иных решений. Все это дает возможность только в частном архиве. Опасность заключается в том, что если этот архив уйдет частным лицам, то он может рассеяться. Конечно, приобретение архива, либо в крайнем случае отдельных документов, если архив будет продаваться по частям, значительно обогатило бы экспозицию Омского музея в другие хранилища документов России. Помогло бы историкам и создателям художественных произведений о Колчаке лучше понять его незаурядную личность. Проведение аукциона намечено в Париже на 21 ноября в аукционном доме Дроо. В любом случае архив, о содержании документов в основном известно, дает представление о человеке, для которого честь и порядочность были превыше всего. Ведь когда Колчаку союзниками было предложено вывезти из России его одного, он отказался и остался вместе со своими людьми. Владимир Кондратьев, Дарья Сергеева, Александр Викторов и Вадим Медведский. Телекомпания НТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова